У каждого из славянцев есть свои близкие для него уголки, свои красивые места, где буквально всё радует. Северный парк, который сейчас переживает своё второе рождение, из числа таких мест, что нравится практически всем. И это вполне объяснимо. Его благоустройство продолжается, и ближайшее будущее парка наверняка преподнесёт жителям муниципалитета самые приятные сюрпризы. Масштабной реконструкции не проводилось с момента его основания. И вот в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» он был не просто отремонтирован, а практически перестроен. Здесь сохранена зелёная зона, посажены новые деревья и кустарники, парк стал современным и комфортным местом отдыха. Расширены пешеходные зоны и добавлены новые дорожки для прогулок, в том числе и для велосипедистов. Также здесь появилось новое освещение, места для занятий различными видами спорта – теннисом, баскетболом, мини-футболом и волейболом. В парке обустроены детские площадки. Детвора просто в восторге от парка. Довольны и родители, а также бабушки и дедушки. По-моему, стало место отдыха, хорошего, приятного отдыха, проведения с близкими, с внуками. В общем, прекрасный парк, ну и развитие. Будем ждать лучшего. Есть всё. Если даже тени нет, то она скоро будет. Посажены прекрасные деревья, аллеи. Всё красиво, всё устраивает, всё нравится. Здесь прекрасные аттракционы, очень много их. Они бесплатные. С детьми сюда посещаем парк каждую неделю, приезжаем, каждые выходные. Беру сюда и дочку, и племянника беру. Очень им здесь нравится. Сейчас всё красиво, цивильно. Большое спасибо городу, всем, кто принимал в этом участие. В первую очередь, конечно, строителям, которые на совесть сделали. Видно, что сделано здесь всё добротно, на совесть. Одной из последних изюминок парка стало открытие птичника с экзотическими видами птиц, привлекающих внимание посетителей. Северный парк в плане комфортности и привлекательности будет и дальше развиваться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко.